Детальный ремонт в нашем доме проводится с многочисленными нарушениями. Без проектов, работники без квалификации, без соответствующих документов. Поэтому мы с соседями отказываемся их пускать в свои квартиры. Они обрубили, вот у меня газопровод, вот там поставили кран справа. Ну, то есть газопровод, вот они, который ведет мою квартиру. Они его обрубили, вот и кран стоит. Ну, все, буду без газа, пока их не пущу. Вот я жду прораба, сказал, что сейчас подойдет и будут требоваться у него документы, которые необходимы для проведения работ. В частности, договор со страховой компанией. Вы 60-й, да? Да. Слушаю вас. Меняем полностью газопровод, над вами все квартиры дали доступ. Квартира является вводной, через нее питается весь стояк газом. Над вами все квартиры сделаны, кроме соты. Сота будет завтра с утра. Так. Хорошо. Вот хотели, позвали вас, чтобы вы дали доступ на замену газовой трубы. Хорошо. А можно узнать основания по замене? Это аварийная ситуация? Так, точно. Дом отключен полностью от газа по аварийной ситуации. А разве была заявка в МЧС или была какая-то авария происходила? А как связано МЧС с газом? Ну, вообще аварийная ситуация была? Да. У МОЗГАЗа же есть акт. Да? Да. Так, хорошо. А вы не представились? Лично вы? Права по замене газовой сиди в компании Коминфо. А ваши личные данные? Константин. Константин? Да. Просто Константин. Понятно. Хорошо. Теперь я хотела у вас попросить следующий документ. Договор со страховой компанией. Можно показать? Именно договор. Вот, если можно, я его зафиксирую, потому что... Конечно. Давайте вытащим, что надо. Да, ну, так видно. Видно. Это полис, а не договор. Договор он не показал. С управляющей компанией вашей и с фонда капитального ремонта. Ну, теперь смотрите. Буквально вчера я была в управляющей компании. Свой визит я фиксировала на видео. Мне там сказали, что они никакого отношения к капитальному ремонту не имеют, сказал начальник юридического отдела. И послали меня в управу или в Мосгаз. Ну, вы же понимаете, да, что в случае ситуации проблемной... А в управляющей компании были? Да, там даже на порог не пустили, сказали, что вообще... Если есть необходимость, я могу вызвать сюда представителей управляющей компании, и они все подтвердят. С этим никаких проблем. Ну, вы же понимаете, что к вам они приедут, если вы их вызовете. А если у меня будут проблемы, у меня будет ущерб, то я от них ничего не смогу добиться. У меня буквально этим летом, когда шел ремонт, я делала капитальный ремонт в своей квартире. Вот их стояковая труба водопроводная, да, она протекала. Я пригласила их, они три дня не приходили по заявке, это, во-первых, когда нужно нам, да. Потом, значит, когда они делали сварку этой трубы, они умудрились прожечь новую ванну. Ущерб больше ста тысяч, никто мне его не компенсировал. Поэтому мне нужны все гарантии, что в случае ущерба мне будут... Мне вот эти слова, они ни о чем не говорят. Я знаю, что такое наша управляющая компания, как они общаются с жителями. Поэтому у нас, во-первых, есть стояков. Во-вторых, от нашей организации, как мы с вами договаривались, как вы меня попросили. Я предоставляю вам гарантийное письмо о том, что... Гарантийное письмо не имеет никакого юридического смысла. Воспользоваться компенсацией по этому юридическому письму можно будет только в случае суда. Пока этот суд пройдет, вот страховая компания, договор, это другое дело. Мы разберемся с этим договором. На страховании посмотрим, насколько он легитимен и что он гарантирует. Вот, это первое. Второе, вы очень некорректно пришли, я вот здесь как свидетель. Первое, что вы должны были сделать, это вы должны были представиться. Потом вы намеренно, как я понимаю, и злостно обманываете жильца в той части, что аварийной ситуации не было, а дом был отключен по окончанию срока эксплуатации газового оборудования. Это разные вещи, вы не скажете факты. Вам показать составленный МОСГАЗом об аварийном состоянии газопровода, а не о сроке службы? Заходите у нас к лицу. Во-первых, все это было подтасовано, я ответственно это заявляю, потому что, когда отключили газ 28-го числа, у нас есть ответы и МОСГАЗа, и управы, и управляющей компании, и ФКР, все в письменном виде. Аварийной ситуации не было. Мало того, у нас есть заключение от февраля месяца до 20-го года МОСГАЗа, где написано, что система находится в неудовлетворительном состоянии. И мало того, если бы она была аварийной, мы сразу бы отключили, а назначили срок продления эксплуатации до сентября месяца. Поэтому ваше заявление можно трактовать не иначе, как намеренно, злостное искажение фактов с целью проведения капитального ремонта под девизом проведения работ, связанных с аварийной ситуацией, с тем, чтобы потом собрать с жителей деньги. И на эти деньги, это очень большие деньги, провести обследование и создать документацию проектную для устранения замечаний МОСГАЗа, которые были вынесены также в начале года, и в которых сказано, что в газопроводе... Я сейчас перебью, хоть уж не с этим не обижайтесь, вы что-то прям, какие-то факты, какие-то путаницы, какое-то обследование какое-то после прокладки нового газопровода, что-то бред вообще. Почему? А я слова не было сказано, я говорю... Раз надо видеозаписи есть, как вы говорите, слово обследование после прокладки новой трубы МОСГАЗа. Это бред вообще. Почему новой трубы? Я сказала новой трубы, но мы сейчас... Да, прокладываем новую трубу, вызываем МОСГАЗа, какое-то обследование за ваш счет делаем. Что-то бред вообще, я не понимаю вообще, что вы это сказали. Нет, обследование было сделано. Когда мы проложим новые трубы, вы будете вынуждены выполнить распоряжение МОСГАЗа по замене этих труб... То есть проложим новые трубы и будем менять на новые трубы опять? Вы выполняете... По другой схеме, которая... Сейчас схема старая, она не подлежит использованию по заключению МОСГАЗа. Ее надо выносить из подлезнов на улицу. А для повышенной тона... Почему вы разговариваете в таком ключе? Надо разговаривать... Вы из 60-й квартиры? Вы из 65-й квартиры? Я из 65-й. Вот, пожалуйста, направьтесь в 65-ю квартиру. С вами мы не ведем никаких переговоров. У вас полный отказ от газа. На вас уже прокуратура, управляющая компания, написала вчера. По приказу префекта, зам префекта. Пожалуйста, направляйте себя в квартиру. Мне нужно пообщаться с человеком 1060-й квартиры. Потому что мы прокуратуру уже в ходе лекиста. Девушка, расскажите, пожалуйста, вы предоставляете доступ для замены газовой трубы? То есть этот вопрос звучит сейчас как угроза, да? Нет, не в каждом случае. Мне нужно просто узнать, предоставляется доступ для меня. Что мне говорит жильцам, которые заменили трубу и ждут газа завтра? Да, значит, я его предоставлю тогда, когда вот все документы мне нужны. Потому что мне очень важно... Скажите, какие документы предоставлю мне все с тобой. Я пока не понимаю, кто ответственный, кто будет потом. Я с жилищником дел никаких иметь не хочу вообще. Они мне такое ужир нанесли и не компенсировали. Разноответственного, в котором написано, кто ответственный по этому вопросу. Ну вот куда мне обращаться надо будет? Вот, пожалуйста. Я с целью изменить какие бы то ни было инженерные коммуникации. Значит, далее. По поводу угрозы вот сейчас в мой адрес. Во-первых, я не подавала заявление на то, что мою квартиру не надо газифицировать. Это первое. Угроза компания входила, вы им в лицо сказали, что вы не предоставите доступ. Доступ это да. Но то, что я отказывалась от газа, это... Нет, вы не говорите, что вы отказывались от газа. Вы отказываетесь от замены газа проводом. Вот, потому что управляющая компания приходила ко мне трижды, у меня тоже записаны разговоры, и она говорит, что ситуация аварийная. В моей квартире аварии нет. Так же, как и в вашей. Нет ни утечки. Когда происходит авария, приезжает специальная организация, полномоченная, и составляется акт о том, что произошла утечка. Ситуация аварийная, она в 630-м положении, на который сослывается договор, там полностью... У меня аттестация даже есть с собой. Аттестация, опять... Там есть и фотография, и фамилия, и отчество, и организация, все написано. Это как в школе у двоечники. У двоечника могу принести. Могу принести до учеников. У меня просто решение лежит в машине. В рабочей машине лежит. А как мы могли без этого всего прийти к человеку? Ну как, мне девушка попросила, когда мы с ней разговаривали по телефону, только с гарантией... Она попросила еще... Гарантийное письмо. Я с ним пришел. Эта формулировка я учил. Вы не должны ждать, что попросит девушка. Она в силу своей юридической, может быть, неосведомленности, может не знать, что ей... Мне задумали две минуты, когда она поднимает. И сейчас то, что я вам это рассказываю, я не вступаю с вами в спор. Вы в теме. Поэтому нет смысла нам с вами припираться. Если у вас есть вопросы к Ольге, вы можете их задать. У меня только один момент. Это решение, по которому эти дома, в которых должны проводиться капитальный ремонт, понимаете, подтягивают к этому капитальному ремонту. Они не делают проект, хотя деньги за проект перечисляются. Они приходят якобы по аварийной ситуации, делают под нее капитальный ремонт целиком. Но никто бы был не против, если бы у нас по предписанию не нужно было по новой схеме делать газопроводы. А они сейчас хотят сделать по старой, а потом прийти, чтобы мы подготовили проект к этому времени, и заменить по предписанию Мосгаза по этому проекту. То есть мы должны заплатить за капитальный ремонт, в то время как за проект по капитальному ремонту Мосгаз должен получать деньги. А потом они придут и скажут, проекта нет, закажите проект и заплатите. И мы вам по предписанию Мосгаза уже этот новый, сваренный по старой схеме газопровод переделаем на безопасный. Они сейчас намеренно заранее варят по опасной схеме этот газопровод. Тогда они не должны вообще для этого делать. Да, я понял. Конечно. Предоставят именно новую. Конечно. И вот сейчас у нас Александр говорит, ну хорошо, вы делаете капитальный ремонт. Вы напишите, что вы делаете капитальный ремонт. Если вы делаете капитальный ремонт, то по законодательству вы без проекта его делать не можете. Ну хотя бы старый проект покажите. У них даже старого проекта нет. Они приходят, вот по старой схеме они водопровод меняли. И забыли, вот женщина на первом этаже живет, приварить трубу. Она сидит без воды. Она говорит, а как же так, капитальный ремонт водопровода закончился, у меня нет воды. А у них, они же без схемы паяют. И забыли, где труба была привязана, приварена. И не приварили ее, потому что без схемы работают, понимаете. А это же газ. Как вы можете газ варить без схемы газопровода? Да, согласна. Они, наверное, знаете как, они в смете указали высокую сумму, а наняли специалистов гораздо, там, менее высокооплачиваемых, там, возможно, неквалифицированных. И они просто вот... Да даже, понимаете, просто дважды... Ну то, что завышена смета, это понятно. Да. А то, что дважды заплатить должны за проект... Что решение жильцов будет, так скажем, учтено только в том случае, если капитальный ремонт предполагают провести до окончания срока эксплуатации газового оборудования. А если жильцы принимают решение провести капитальный ремонт в 22-м году, в то время как срок эксплуатации в 20-м истекает, то это о чем говорит? О том, что газовое оборудование с 20-го по 22-й год вообще не должно эксплуатироваться. Да, да. И управляющая компания, она должна была сообщить жильцам о том, что, уважаемые граждане, вы не можете принять такое решение. Если вы хотите провести капитальный ремонт до 20-го года, до сентября, вы можете написать и принять это решение. Но если вы хотите после 20-го года, то вы не можете, потому что срок эксплуатации закончился. Это опасно. И в связи с этим, в связи с тем, что срок эксплуатации заканчивается в 20-м году, на сайте мэра опубликован договор Мосгаза как раз, который должен был сделать проект до окончания срока эксплуатации газового оборудования и провести в связи со сроком эксплуатации капитальный ремонт. Да. Понимаете? Вот. Но этого сделано своевременно не было. Чья это ошибка? Или это намеренное, злостное, так скажем, использование ситуации неосведомленности жителей? Да, да. Мало того, потом сейчас, постфактом, они говорят, что решение жильцов не пускать проектировщиков в квартиры повлияло на то, что проект не был подготовлен. Вот так. А про жильцы ни один из нас не слышал. Мало того, управляющая компания тогда должна была письма бы направить. Конечно. Она же заинтересована в нашем благополучии. Да. И она для этого и существует. Да. Она должна была написать письма и сказать, что, уважаемые граждане, допустите в свои квартиры проектировщиков, потому что у нас в 20-м году истекает срок эксплуатации газового оборудования, его надо будет капитально ремонтировать, а по законодательству делать это без проекта нельзя. Продолжение следует.